Косметология и СПА И мы приглашаем сюда вручить партнера официального данного мероприятия, директора клиники эстетической стоматологии Голоден Алла Лыкина Сергея Александровича. В третий раз мы вас приглашаем сегодня. Итак, номинация «Косметология и СПА» побеждает. Фиджи. Фиджи, друзья мои! Спасибо. Очень понравилось. Я хочу сказать «Здравствуйте!» Спасибо всем, кто голосовал бы у нас отдельно от канала «Инстер Бежим». Огромное спасибо за роскошный праздник. Мы счастливы. Спасибо еще раз. Номинация «Йога-центр» и в номинации представлены… В номинации «Любимый центр йоги» представлены… Йога-дом. Йога-практика. Йога-клуб «Тибет». Йога-центр побеждает. Йога-дом! Ну что же, мы очень рады вас видеть. Прошу. Спасибо всем, кто за нас голосовал. Спасибо «Энна Телевижн». Спасибо за прекрасный проект «Марго». С днем рождения «Энна Телевижн». Всем счастья и с наступающим Новым Годом. Это признание – самое чудесное признание нашей деятельности. Мы приглашаем всех, кто занимается йогой, кто только мечтает заняться в наш йога-дом. Приглашаем вас, приходите. М-Телевижн представляет. Впервые. Ежегодная премия «Признание года-2010». 17 декабря. Церемония награждения. ВА-кафе. Генеральный партнер. УАО «Альфа-банк». Официальные партнеры. Сеть салонов «Кенгуру». Студия «Декора Элфи». Ювелирный дом «Фамилия». Компания «Фермо». Центр света и посуды. Клиника эстетической стоматологии «Голодент». Выбери любимое из лучших заведений города. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, скажите, пожалуйста, вы подустали или нет? Нет? Поаплодируйте, если нет. Поаплодируйте. Это ваш вечер. Мы все собрались. Это чтобы повеселиться. Ничего серьезного. Специально для вас. Поехали. Ваши аплодисменты. Ну, теперь блог такой вообще хулиганский. Нам пофигу. Поехали. Поехали, друзья. Для начала... Я так думаю, мы уже все разогреты. Итак, друзья, новости. Самые последние новости. Поехали. Беломор-канал стал выпускать папиросы вообще без табака. И продажи увеличились в строе. В очереди на кастрирование. Кот от страха накакал слово «пожалуйста». Одна из горок в сочинском аквапарке такая страшная, что первой из трубы вылетает какашка. На гонках «Формула-1» в Германии. Болид Виталия Петрова был дисквалифицирован из-за надписи «Спасибо деду за победу». После того, как в Уфе открылся банк спермы, студент Кирилл на*****л себе на Рено Локон. Не стесняйтесь, можно фантазировать. Не ясно. Такая на фантазию шутка. Медведь перед темней спячкой почесал лапами задницу и плевался всю весну. Специалистами первого медицинского института установлено, что маленькая женская грудь развивает мелкую моторику рук. Мальчик, воспитанный по веду дух кнута и пряника, думает, что он конь и стулы. Новости из Мавзолея. Ленин пошел на поправку и уже сам кушает. Стая саранчи уничтожила 2 гектара посевов, а потом засрала столько же. Новости всемирной паутины. На заклассниках рук дед нашел немца, который его ранил во время войны. Добавил в друзья, взял ружье и теперь едем к нему в гости. Из-за маленькой опечатки Рос-Ройс Фантом начальника таможни проходил в налоговой декларации как люстра. Программа правительства Уфы «Доступное жилье» признана лучшей юмористической программой 2010 года. Пенсионер решил, что не так уж и болен, увидев, сколько таблеток съел внук перед дискотекой. Сын Сергея Зверева все это время думал, что гуляет с мамой. Внимание, сенсация! В Эльдорадо обманули цыганку. Они тоже победили. А еще куда-нибудь здесь тоже победили. В прыжке с парашютом Бориса Моисеева задула Альбатрота. Ну и последняя новость на сегодня. В центральном отделении милиции задержана контрабандная партия модной агентствы Кучи Брионе Роберто Кавалли. Уже на оперативном совещании в 8 утра милиционеры выглядели а*****лино. Спасибо, друзья! Это последняя новость. Следующее наблюдение, друзья. Листая школьные учебники по физике, математике, геометрии. Мы наткнулись на то, что задачи, которые предлагают нашим детям в этих учебниках, абсолютно непрактичны. Они абсолютно не отображают реалии современной жизни. Вот эти знания про ящики, про бананы детям никак не пригодятся. Мы решили сделать задачи более современными, чтобы они сразу понимали, что будет происходить в жизни в будущем. Итак, современные задачи. Школьные современные задачи. Поехали! Из точки А вышел мужчина, у которого было 500 евро. Из точки Б ему навстречу двигается женщина. Вопрос. Через какое время они пересекнутся в точке G? Продолжаем. С современной задачки. У Маши яблоки, а у Кати арбузы. Вопрос. С кого выберет Коля, если у него финик? Неплохо. Спасибо, Роман. Тормотной путь КамАЗа 80 метров. А бабушка переходит дорогу за две минуты. Вопрос. Когда внук приедет в освободившуюся квартиру? Очень современная задачка. У Сергея зарплата 30 тысяч долларов в месяц. Пятикомнатная квартира в Москве возле Кремля. Семь сантиметров и стройное накачанное тело. Вопрос. Какое условие задачи портит Сергею статистику? Молодцы. Вася учит на пятерке, а Миша ездит на пятерке БМВ. Вопрос. Кто закончит школу золотой медалью? Ну, такая реальная вопрос. Школьная реальная вопрос. Следующая задачка. Бизнесмен Николай положил в Сибирьбанк 4 миллиона долларов. А Сибирьбанк положил на Николая. Вопрос. Чей вклад надежнее? Аня ездит за рулем всего один месяц. А пухает уже два месяца. Вопрос. Какое звание у ее мужа-гаишника? МРОВЕ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok